Всю неделю многие рязанцы приезжали на работу с большим опозданием. Кто-то не успел на важную встречу, кому-то пришлось перенести или отменить прием у врача. В общем, жизнь города была явно нарушена, а планы большинству горожан приходилось менять на ходу. Из-за невероятных заторов в разных частях города с самого утра вставали в пробку, едва вывернув из собственного двора, жители Дашковой песочни района Шлакового и практически всего центра города. Видео стоящих без движения на проезжих частях автомобилей стали появляться в социальных сетях. Те, кому нужно было в парализованные районы, думали об этом с содроганием и старались перенести дела или искали объездные пути, которых между тем нет. Рязанцы жаловались на крупные заторы в центре города в соцсетях, делились возмущением, комментировали. Главной версией крупных заторов, по общественному мнению, стало начало дорожных работ на Куйбышевском шоссе. О том, что громкое заявление, будто ремонт Куйбышевского шоссе завершится к 1 сентября, помнят все. Несмотря на то, что на информационном баннере дату закрасили и теперь надпись. Просто жизнеутверждающий гласит – ремонт будет закончен. Вопрос – когда? Если говорить о сроках завершения, то, конечно, мы в значительной степени зависим от погоды. Прогноз на первую декаду ноября пока благоприятный для нас. И мы очень надеемся на то, что основные работы по укладке асфальта мы закончим к концу первой декады ноября. Другие работы, оставшиеся работы, их можно производить. Ну, конечно, в зиму не все работы можно делать, но даже если будет дождь, то работы по благоустройству будут продолжены. В любом случае, мы планируем к концу ноября закончить полностью работу на этом объекте. К настоящему моменту окончился сложнейший процесс переноса теплотрассы за пределы дорожного полотна и начались непосредственно работы по укладке асфальта. Затрудненное движение на улице, являющееся въездом в город с федеральной трассой М5, давно стало причиной агрессии водителей, которым приходится стоять в пробках. Скажем, 31 октября пользователи соцсетей зафиксировали на видеодраку. По мнению очевидцев, автолюбители не сумели поделить дорогу в условиях очень плотного движения. Миновать пробку, объехав ее альтернативным путем, невозможно, ведь единственная альтернатива – платный переезд, который, помнится, на время ремонта Куйбышевского шоссе, обещали сделать бесплатным. У нас была достигнута договоренность с оператором платного путепровода об открытии путепровода на время производства работ в случае, если на Куйбышевском шоссе будут заторы. И действительно, в те периоды, когда заторы образовывались, платный путепровод работал и в дневное время в бесплатном режиме. К счастью, таких моментов у нас было немного. К тому же, переезд тоже не справляется с транспортным потоком. Однако, оптимистичный взгляд на ситуацию чиновников рождает надежду. Так как там, помимо ремонта на участке более полутора километров, которые мы проводим, мы еще осуществляем вынос теплотрассы. Эта работа успешно завершена. Теплотрасса новая построена. В ней тело дороги. Старая теплотрасса выкопана. И больше проблем, как мы надеемся, с дорожным полотном у нас не будет. Должен сказать, что этот участок вновь построен, но он уже в работе. Тот факт, что ремонтные работы легендарной дороги, которую со скрежетом зубов сжав кулаки, проезжали все автолюбители, прося мироздание лишь о том, чтобы в очередной яме не отвалилась подвеска, уже близится к концу, очевиден. О том, что избежать неприятностей и минимизировать ущерб и неудобства для автолюбителей не получилось, говорят ситуации, вроде зафиксированной на видео драке. Однако мысль о том, что вскоре Куйбышевское шоссе станет ровной дорогой, окруженной прекрасным зеленым сквером, тешит каждого, кто пока ежедневно тратит часы, стоя в пробках. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».